Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Обстрел генконсульства Польши в Луцке. Кто открыл огонь из гранатомёта? НАБУ до Нацбанка доведёт, что детективы антикоррупционного бюро ищут в кабинетах НБУ. Недоперезагруженный. Пока чиновники обвиняют друг друга, сайт для электронного декларирования уверенно лежит. Велком ту Брексит. Великобритания официально начала разрыв отношений с ЕС. Ночной обстрел в Луцке. Сегодня в полночь здание консульства Польши атаковали из гранатомёта. После этого на всей территории нашей страны закрыли польские консульства. Стоит напомнить, что любые атаки против иностранной дипломатической миссии – это нарушение Венской конвенции и прямой удар по имиджу страны. Тем более сейчас, когда Украина находится на пороге этого самого долгожданного безвиза. Кому на руку эта провокация и как она может повлиять на украинско-польские отношения? Все подробности в материале. Тихий город Луцк содрогнулся этой ночью. В полночь неизвестный обстрелял консульство Польши из гранатомёта. Выстрел пробил крышу и окно. Всю ночь возле дипмиссии работала следственно-оперативная группа. С утра здесь никого не принимают. Муж вертается домой, скажут, что завтра не факт, что будет работать. Вице-консул Кшиштоф Савицкий говорит, люди чудом не пострадали. Целились в жилую часть здания. И уже в полдень областное руководство полиции и СБУ дают первый комментарий. Предварительный вывод. Стреляли из ручного гранатомёта РПГ-26. Позиция стрелка находилась через дорогу от консульства. На месте скояния пострела нашли заложки от этого гранатомёта. Это задняя крышка тубуса. И место установлено. Но на данный момент больше ничего, кроме того, что было вылечено, на данный момент нет. Нападение квалифицировали по статье «Теракт». В областном СБУ заявили, здесь четко прослеживается российский след. Впрочем, в Главном управлении службы безопасности не исключают и другие версии. Хулиганство нам это также пока еще не откидается. Кто-то из людей, которым, например, было отказано у выдачи визы до Евросоюзу, цей консульской установкой, решили таким образом помститься. Провокации против Республики Польши, что час от времени трапляется на территории Украины, выгоднее лишь одной стороне Российской Федерации. Такие действия рассчитаны на расхитывание и дестабилизацию взаимодействия между братными украинскими и польскими народами. В частности, последним временем правоохранительными органами Украины выявляются факты, фиксируются факты вандализма и уничтожения польских памяток на территории Украины. И буквально сегодня же утром во Львовской области радикалы пытались устроить провокацию. К селу Гряда тремя автобусами свезли молодчиков, которые должны были перекрыть трассу к пункту пропуска Рава-Руська. Тема та же польская, мол, ущемляют поляков. С собой имели петарды, дымовые шашки, которые частично выложены, частично использованы. Это тоже пропоры, плакаты, транспораты, которые пригничают даже гордость Украину. Для полноты картины они собирались жить шины и фаеры. И в обязательном порядке снять акцию на видео. К каждому из них обещали неплохо заплатить. Было проговорено, что будет раздано на нижче-середнего левого. Силовикам удалось предупредить провокацию. Большинство участников задержаны. Как и оказалось, это не поляки и к Польше вообще никакого отношения не имеют. Все они жители Ивано-Франковской, Хмельницкой и Львовской областей. К тому же молодчики находились в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Теперь полиция ищет кураторов. Спрямованных как на распаливание междунациональной вооруженности и погибшение отношений между украинским и польским народом, так и вообще на дестабилизацию ситуации в Украине. Тем временем все депмиссии в Украине взяты под усиленную охрану. Пока не найдут, кто стоит за нападением на польское консульство в Луцке. Елена Кагал, Александра Фетисова, Галина Якушко, Юрий Фетисов, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Министр иностранных дел Украины прокомментировал обстрелы генконсульства Польши. В твиттере он написал, что возмущен этой провокацией и виновные обязательно будут наказаны. Тем временем в украинском МИДе получили ноту от посольства Польши в связи с обстрелом депмиссии. А посла Андрея Дещицу даже вызвали в Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. И вот что он сказал журналистам. Мы возмущены произошедшим. Это физическое нападение на генеральное консульство Польши в Луцке, а также нападение на польско-украинские отношения, которые очень хорошо развиваются. Видимо, было мало атак на памятники. Это не помогло поссорить украинцев и поляков. Теперь новая фаза. За этой атакой стоят стороны, которые не заинтересованы в хороших польско-украинских отношениях. Безусловно, это Россия. Свою позицию выразил и президент Польши. Анжи Дуда заявила, что значение этой атаки на генконсульство ни в коем случае нельзя преуменьшать. По его словам, это дело государственной важности и требует оно решительной реакции. Это прежде всего вопрос безопасности нашей дипломатической площадки, безопасности наших соотечественников. Ни в коем случае нельзя уменьшать значение этого нападения. Обстрел из гранатомета и повреждение здания, к счастью, не повлекли за собой жертв. Но это не тот случай, когда можно пройти мимо. Этот инцидент требует решительного вмешательства. Инцидент в телефонном режиме обсудил Санжи М. Дуда и президент Украины. Петр Порошенко назвал обстрел генконсульства Польши в Луцке грубым и циничным. И заверил, что украинская власть будет действовать решительно, чтобы предотвратить такие инциденты в будущем. Впрочем, оба президента пришли к мнению, что никакие провокации не должны влиять на дружественные украинско-польские отношения. Атака с помощью гранатомета на админздание не первая за последние недели. 20 марта в Ривне обстреляли также из гранатомета городское управление патрульной полиции. Начальник в этот момент находился на своем рабочем месте в кабинете. На месте преступления эксперты нашли тубус от РПГ-22. Снаряд разнес крышу и стены обошлось без пострадавших. Нападение это квалифицировали как хулиганство. Ни задержанных, ни подозреваемых до сих пор нет. Украина должна вернуть России так называемый долг Януковича вместе с процентами. Это свыше 3 миллиардов долларов. Высокий суд Лондона сегодня удовлетворил иск России к Украине. В судебном вердикте, как сообщает российский Минфин, также сказано, цитирую. У ответчика отсутствуют аргументы в пользу необоснованности этого требования. Конец цитаты. Но сегодня глава украинского Минфина заверил, что решение это будут оспаривать в апелляционном суде Лондона. И Киев на это уже получил разрешение. Мы с повагой ставимся до этого решения, но обгонтованно вважаемо, что такое решение не враховывает объективные, наявные факты экономической и военной агрессии против Украины и ее народов, которые Россия безперервно выполняет с 2013 года. Украина получила разрешение судей на апелляцию. Ну а миллиардный транш от МВФ, похоже, снова откладывается. В планах работы фонда нет украинского вопроса вплоть до 7 апреля. Напомню, первый раз вопрос о кредите в размере миллиарда долларов убрали из повестки дня 20 марта. Тогда, по данным Минфина, сроки заседания перенесли из-за необходимости уточнить расчеты по экономическим последствиям из-за блокады Донбасса. Одно из условий фонда это отмена моратория на продажу земли. В Украине по-прежнему она вызывает бурные дискуссии и даже протесты. Например, сегодня на митинг вышли жители села Жуков в Полтавской области. Собрались они, чтобы высказаться против создания земельного рынка. По их мнению, если это произойдет, все поля скупят иностранцы и крупные агрохозяйства, а они лишатся своих наделов. Поддержал людей и народный депутат Сергей Каплин. По его словам, законопроект, который регулирует оборот земли и отмену моратория, уже подан в Верховную Раду. Месяц назад 50 народных депутатов подали заявление к Конституционному суду, в котором требуют сказывать норму про мораторий на продаж земли. Это означает, что Верховная Рада Украины, отдельные фракции, Радикальна, БПП и Народный фронт договорились скинули из себя ответственность. А в Нацбанк Украины сегодня нагрянули с обыском. Как выяснилось, проводить его позволил Соломинский райсуд Киева. Специализированной антикоррупционной прокуратуре в рамках расследования некоего уголовного производства. Какого конкретно, пока не сообщают. Но, как заявили в НБУ, банк выдал всю запрошенную информацию и готов сотрудничать со следствием. С начала минувшего года НБУ предоставлял конфиденциальные сведения правоохранителям около двухсот раз. Об этом сообщает пресс-служба банка. А в Кабмине сегодня разбирались, что же случилось с реестром электронных деклараций, который лежит уже неделю. И почему чиновники не могут внести туда данные о своих доходах. Думали чиновники над проблемой, как же быть тем из них, кто не успеет отчитаться до 31 марта, как того требует закон. Ответы на эти вопросы узнаем от Ирины Романовой. Присутствие в зале, где заседает правительство главы НПК, никого не удивляет о том, что в среду Кабмин, среди прочих, рассмотрит и проблему зависшего почти на неделю. Реестр электронных деклараций стало известно накануне от руководства Минюста. Поэтому первый вопрос у журналистов к Наталье Корчак, что же все-таки произошло. Причину может сказать только системный администратор. Этот же вопрос главе НПК адресуют и министры. У меня прибыли наши сотрудники в великой кількости. Кажется Андрей Алексеевич, мы не можем подать декларацию. Четвертий день при попытке подать электронную декларацию, они физически не могут это делать. Ни в день, ни в ночи. Сколько бы я не пыталась объяснить, меня тут бы и не слышали. У нас есть системный администратор, есть договорные обязательства. Пожалуйста, задавайте и до них вопросы. Вы сядьте и сделайте свою работу. Мы делаем свою работу. Я вижу, просто миллионы деклараций. Вы не видите, вы не хотите этого видеть. Там есть зеркало, вы можете встать и сама на себя кричать. Вы сами не способны организовать работу с вашего сайта. И таким образом вы ставите всех людей перед загрозой два года тюрьмы. Национальная полиция не может открыть одновременно 100 тысяч проведений относительно тех людей, которые не заповнили декларацию. Зависший реестр вызывает возмущение практически у всех министров, но ответы главы на ПК не удовлетворяют ни их, ни премьера. Тут, как не запитаешь, поток информации не про что взагал. Какая заработная плата руководителя на ЗК? 101 тысячи плюс премьер. В месяц? Нема премьер. Нема премьер. Я хочу, чтобы человек, который получает 100 тысяч гривен в месяц, работал на эффективном уровне. Шановные граждане Украины, я думаю, что в такой момент вы должны понять, как мне не легко. Сидайте, пожалуйста. Выслушав главу на ПК, за трибуну приглашают руководителя госпецсвязи, предприятие, которое отвечает за бесперебойную работу реестра. До 31 марта ожидали полтора миллиона деклараций, поэтому к возросшей нагрузке на сайт были готовы, но подвело оборудование. В этом обладании аппаратному, при передаче данных в сховище, очень низкая скорость передачи этих данных. Все делается для того, чтобы система работала, чтобы сбережение данных было надежным. Сейчас в реестре миллион триста тысяч документов. Это с учетом четырехсот тысяч черновиков, которые пока не могут загрузить в реестр. Поэтому тем, кто подает отчеты о доходах впервые, в ГСС советуют не спешить. Время до первого мая у них еще есть. А вот в Минюсте нашли решение для чиновников, которые должны отправить декларации до 31 марта. На следующем неделе мы выйдем с соответствующей инициативой до Украинского парламента, чтобы эти люди не притягались к криминальной ответственности, потому что в их действиях фактически нет вины. Никто никому не даст завалить систему. И я считаю, что это вопрос не политической атаки сейчас, что происходит. Это просто профессиональная непредатность. Что с этим делать, я уже сказал. Забрались сразу и пошли в отставку. Нет, я не буду уходить в отставку. Когда я сама для себя не прийму. Уволить руководство на ПК за профнепригодность правительство не может, объяснили в Минюсте. Поэтому ничего не остается, как инициировать изменения в закон и объявлять новый конкурс на замещение руководящих должностей агентства. Ирина Романова, Сергей Килимник. Подробности телеканал Интер. После выговора в Кабмине члены нациоагентства собрались на свое заседание и в свою очередь сделали выговор работникам госслужбы спецсвязи. Но после получаса споров и пересудов, виновных в срыве работы реестра, они так и не нашли. В НАПК во всем обвинили администратора сайта госспецсвязи. А там кивают на программное обеспечение и технику, закупленную самим же нациоагентством. Я так же слышал в переднем этапе поддания электронной декларации. Слово-слово я так слышу. Мы не можем пиковать. Мы можем так пиковать. Вы могли бы не перекладать ответственность на субъекты декларования, а забезпечить на нашу работу реестра. Вы этого не сделали. Нам дает обладнание, она дает обладнание на ЗК. А программное забезпечение дает на ЗК. Мы лишь ее администратором. Мы пытаемся сделать максимум возможного из того, что мы имеем. Подобная ситуация с зависшим единым реестром, напомню, была и в первую волну подачи Е-декларации осенью минувшего года. Тогда чиновники возмущались невозможностью отчитаться о доходах, а вот сами их доходы стали поводом для возмущения и украинцев, и мировой общественности. Но вот происхождение этих чиновничьих миллионов и в кэше, и в банках так никто и не выяснил. Не дошли руки. Тем временем антикоррупционные органы выясняют отношения. Между НАБУ и антикоррупционной прокуратурой черной кошкой пробежала Укрзалезныця. САП закрыла уголовное производство против сотрудника компании. А НАБУ этим возмущено. Речь идет о производстве, где должностное лицо подозревают в нанесении убытка в госпредприятию на сумму 20 миллионов гривен. В прокуратуре говорят, что поскольку доказательств вины чиновника нет, дело закрыто. А в бюро настаивают, что сделано это без объяснений и каких-либо на то причин. Боевики продолжают грубо нарушать минские соглашения. С начала суток осуществили 35 обстрелов позиции ВСУ на Донбассе. Горячее всего на Мариупольском направлении. Авдеевку также продолжают накрывать минометным огнем. Все подробности узнаем от Олега Решетника. Боевым позициям под Авдеевкой несколько километров бездорожья. Мы оставляем наш автомобиль и пересаживаемся в БМП. Только так можно добраться на передовую. Эти позиции обустроили не так давно. Здесь бои не прекращаются. Даже во время интервью где-то рядом слышны взрывы вражеских снарядов. Ну, отбачь, что заразно ушло с бахками. Все как по графику. Только садится солнце, начинается огненная феерия. Последняя ночь не исключение. Эти свежие порезы появились после вчерашнего обстрела. Впрочем, падает здесь много, а еще несколько месяцев назад такого количества поваленных деревьев здесь попросту не было. В основном с 12 часов, то есть вот и с полдвенадцатого. Ну, более-менее, сейчас, конечно, успокоилось. Обычно были минометные огни. Сейчас, ну, каждую ночь пулеметные обстрелы. Так бывает час от часу. И прилетает там и 120-ка, и 82-я мина. Ну, держим позиции. А прошлой ночью прилетел очередной подарок от боевиков. Вот эта воронка появилась после попадания, как говорят, военной, запрещенного минскими соглашениями пиона. Его калибр больше 200 миллиметров. Ну, размер воронки во весь мой рост. Несколько дней назад на этих позициях погибли трое украинских военных. Это была мина запрещенного 120-го калибра. Пригадаться, как одна семья, поэтому каждый, с кем что стоит, это звучит для нас для всех трагедии. Боец с позывным «Шаман» служит уже третий год. Эти позиции для него новые. Со своими сослуживцами обустраивает блиндаж. Гильзы, что делать. Сами начали сначала надпись нашу сделали, верло, потом слава украине. Не фломастером писать, а хоть гильзами. Пока мы общались с «Шаманом», пришло сообщение из штаба срочно покинуть позиции. По рации передали. Пророссийские боевики уже знают, что на передовой журналисты. И готовы начать массированный обстрел. Олег Решетняк, Максим Чеблин, Владимир Малахов из Донецкой области. Подробности телеканал «Интер». Огонь в зоне АТО должен утихнуть 1 апреля. Об этом договорились в Минске на встрече трехсторонней контактной группы, которая завершилась сегодня. Такое сообщение на своей странице в Фейсбуке обнародовала Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы. В совместном заявлении участников переговоров отмечена безальтернативность Минских соглашений и заявлена решимость соблюдать полное прекращение огня с полуночи 1 апреля в связи с пасхальными праздниками. Также с этого дня планируют продлить работу пропускных пунктов на линии соприкосновения. Экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поддерживает Минские соглашения. На открытой лекции с киевскими студентами он заявил о том, что Минский формат – это возможность поддерживать диалог с Россией. Политик также подчеркнул, что Великобритания кроме политической и дипломатической поддержки помогает Украине военным оборудованием, обучением солдат и поддерживает международную мониторинговую миссию ОБСЕ. Украинцев продолжают убивать на линии разграничения. Тяжело наблюдать за тем, как Украина пытается имплементировать некоторые аспекты международных договоренностей. Но это также показывает гибкость наших подходов на пути к достижению мира. Мы можем изменить формат, но нельзя отменять санкции против России. Минские договоренности не идеальны, но это документ, где есть подпись России и признание украинских границ, ваших границ. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Киев по приглашению фонда Виктора Пинчука в рамках программы «Публичные лекции». Накануне он уже успел провести несколько дипломатических встреч. В частности, он обсудил с президентом Петром Порошенко ситуацию на Донбассе и поддержку санкционного режима, а с премьер-министром Владимиром Гройсманом реформы в Украине и возможности привлечения международных инвестиций. А для самой Великобритании сегодня наступила точка невозврата. Страна все-таки выходит из состава ЕС. Британский премьер официально задействовала 50-ю статью Лиссабонского договора и начала процедуру развода с Евросоюзом. Наши корреспонденты в Лондоне и Брюсселе следят за новостями, от них узнаем последние детали. «Брэкзит значит Брэкзит» не раз повторяла Тереза Мэй, обещала начать его процедуру в марте и выполнила обещание. Росчерк ее пера на историческом письме в Брюсселе Дональду Туску означает «развод стартовал». И хотя первые строки документа сентиментальны, мы не покидаем Европу, на практике происходит как раз обратное. Мэй с утра посовещалась с министрами на Даунинг-стрит и отправилась в палату общин. Выступая перед депутатами, обещала отстаивать каждого жителя Соединенного Королевства, будь то коренной британец или гражданин ЕС. Это исторический момент. Обратного пути уже нет. Британия выходит из состава Евросоюза. Отныне мы самостоятельно будем принимать решения и собственные законы. Возьмем под контроль важнейшие сферы. Мы используем эту возможность, чтобы сделать сильнее и справедливее Британию, страну, которую наши дети и внуки с гордостью называют домом. Для этого придется договариваться с Европой. Ближайшие два года отведены для диалога. Глава британского правительства попытается выторговать особые условия экономического сотрудничества. Поэтому требует одновременно с переговорами о выходе вести диалог о будущих взаимоотношениях. Мы готовы к жесткому Брекзиту, когда границы закроются как для людей, так и для товаров. Компромисс в таких условиях найти будет очень сложно. И в письме даже оговорен вариант, при котором стороны не придут к согласию. Но все же и в Лондоне, и в Брюсселе надеются на взаимопонимание. Как восприняли вести из Туманного Альбиона в столице ЕС, далее расскажет моя коллега Елена Абрамович. Письмо о выходе в Брюссель привез посол Великобритании. Через ВИП-вход Совета ЕС зашел быстро, на вопросы журналистов не отвечал. Президент Совета ЕС Дональд Туск вскоре написал в Твиттере. Заявку о выходе Британии получил, хоть и через 9 месяцев. Потом продемонстрировал ее журналистам. Вот оно, 6 страниц. Уведомление от премьер-министра Терезы Мэй о задействовании 50-й статьи. Нет причин делать вид, что это счастливый день. Не для ЕС, не для Британии, сказал Туск. И напомнил, что почти половина британцев хотели бы остаться в Евросоюзе. Парадоксально, но есть в этой истории и позитив, заметил он. 27 стран ЕС стали более сплоченными. На фоне переживания, что теперь европейцы потеряют право на проживание и поездки в Великобританию. Он поспешил успокоить. Мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать потери для граждан и бизнеса. И хочу подчеркнуть, ничего не изменилось. После того, как Великобритания покинет ЕС, загоны Евросоюза продолжат действовать как в ЕС, так и в Великобритании. Для многих людей в Европе выход в Великобритании из ЕС связан с заботами о их будущем. Это особенно касается тех немцев и граждан других стран Евросоюза, которые проживают на территории Великобритании. Правительство Германии сделает все возможное, чтобы изменения не повлияли на жизнь соотечественников. Будут действовать и финансовые обязательства Великобритании перед Евросоюзом. По крайней мере, так раньше грозилась Еврокомиссия. Там хотят, чтобы Лондон еще 4 года после Брексита делал взносы в проекты ЕС. Брюссель решительно настроен не идти на уступки британцам, чтобы легкий выход из ЕС не послужил примером для других стран. Шесть страниц письма Терезе Мэй Дональд Туск будет изучать два дня. В пятницу разошлет свои предложения переговорных позиций лидерам стран Евросоюза. А через месяц они соберутся на внеочередной саммит, дабы обговорить Брексит. Закончится он, видимо, не скоро, но Дональд Туск на прощание сегодня сказал, Евросоюз уже скучает. Елена Абрамович, Оксана Кундеренко, Лондон, Брюссель. Подробности телеканал Интер. Европа переживает один из труднейших периодов в своей истории. Об этом Петр Порошенко заявил во время своего выступления на конгрессе Европейской народной партии на Мальте, где он находится сейчас с рабочим визитом. Президент Украины считает, что действия российской власти направлены на раскол Европейского Союза. Поэтому Европе нужно объединиться и не забывать об Украине, которая также является жертвой российской агрессии. Также глава государства напомнил партнерам о тех вызовах, с которыми сталкивается Украина. Четыре дня назад по случаю 60-й годовщины заключения договора, лидеры ЕС согласовали амбициозный десятилетний план для Союза. Эти 10 лет будут определяющими для Европейского Союза и для моей страны. Россия сделает все возможное, чтобы столкнуть ЕС с вершины. Кремль никогда не оставит попыток построить альтернативную Европу. Между Германией и Турцией снова скандал. На этот раз шпионские. За кем турецкие спецслужбы следят на территории Германии? И как они прокололись, узнаем от Татьяны Лагуновой. Полтысячи фигурантов, 300 человек и 200 общественных организаций. Все, по мнению властей Турции, так или иначе, связаны с движением проповедника Гюлена. Немецкие СМИ публикуют сенсационную информацию о тайном списке людей и организаций, за которыми на территории Германии шпионят турецкие спецслужбы. О шпионаже немцы узнали благодаря самим турецким спецслужбам. СМИ сообщают, в феврале на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности глава турецкой разведки передал немецкому коллеге длинный список с именами, адресами, телефонами и фотографиями уроженцев Турции, а также данными общественных организаций, которые связаны с движением Гюлена. И попросила помощи в слежке. Глава федерального разведывательного управления Бруно Кальпо обещал посодействовать, а сам передал список правительству Германии. С вопросом, откуда у представителей Анкары такие подробные данные. Заинтересовало, но не удивило это и главу МВД. Эта новость меня не удивила. Мы не раз говорили властям Турции, так нельзя. Независимо от того, как, кто относится к движению Гюлена. В Германии действует немецкий закон, и он не разрешает иностранным государствам шпионить за гражданами страны. Причем шпионаж не только запрещен, но и наказуем. Каждое государство должно сообщить нам о представителях своих спецслужб, которые находятся на территории страны. А если этим занимаются, например, сотрудники посольств, то они теряют право на пребывание в Германии, а дело передается в следственные органы. Власти Турции эту информацию не комментируют, но их позиция известна. Движение Гюлена Анкара обвиняет в попытке переворота и постоянно требует от Германии и других европейских государств выдать его сторонников. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Тайна одесских выжигалок. Кто уже много лет крышует нелегальную вырубку леса? Хочешь ехать? Плати. Кто придумал новую мзду для украинских водителей, пересекающих словацкую границу? Верховная Рада должна принять еще 14 законов для поддержки переселенцев. На этом настаивают оппозиционеры. Сегодня глава фракции, оппозиционный блок Юрий Бойко, посетил пансионат Джерелов, пуще водится под Киевом. Там проживают более 150 вынужденных переселенцев. Треть из них это дети. Переехали они в основном из Луганской и Донецкой областей. Есть и беженцы из Крыма. Люди живут здесь уже три года, без надлежащих условий. Нет горячей воды, нет отопления. Часто выключают свет. Не так давно их атаковали неизвестные с молотками. Разбили окна, пытались выселить людей из пансионата. Такие действия новый собственник санатория якобы предпринимает уже год. Переселенцы вынуждены защищаться и по очереди охранять пансионат от незваных гостей. У нас ни отопления здесь нету, ни воды горячей. Постоянно выгоняют, постоянно отключают свет. От света у нас зависит все. Были здесь тетушки, нам побили стекла. Нас хотели выгнать отсюда. Ну так живем одним днем. Выживаем как можем. Сейчас давление на людей, чтобы они выселились. Это частный случай. Мы, конечно, вмешаемся. Будем сейчас разбираться, помогать. На очереди еще 14 законов, которые парламент должен принять, чтобы помочь переселенцам. Это и бесплатное питание в школах, и компенсация потерянного жилья и имущества. Они даже голосовать не могут ни за местную власть, ни в национальных масштабах. То есть люди просто миллион семьсот тысяч лишены своих прав. Все эти законы сегодня в Верховной Раде, проекты. Мы будем требовать, чтобы они были приняты. На акцию протеста вышли сегодня и рабочие Одесского припортового завода. Люди опасаются, что ОПЗ отключат от газа и завод просто остановится. Такое предупреждение на днях пришло от компании «Укртрансгаз». В письме чиновники потребовали выплатить долг за поставленное топливо. Но люди говорят, что из-за того, что припортовый не работал на полную мощность и сам выпускал продукцию в долг, они не могли оплачивать поставки газа. Более того, в декабре прошлого года Кабмин постановил, что погашать долг ОПЗ может равными частями в течение двух лет. Однако «Нафтогаз» с такой реструктуризацией не согласен и требует вернуть всю сумму сразу. В течение дня заводчане пикетировали газораспределительную станцию возле завода, чтобы никто не смог перекрыть подачу топлива. А завтра они намерены ехать в Киев пикетировать «Нафтогаз». Мы хотим выразить свой протест и показать свою позицию. Мы с таким трудом, мы январь, февраль и полмарта стояли, люди работали на трехдневке в разгар отопительного сезона. Люди недополучали заработную плату. Мы с таким трудом запустились в марте месяце. Мы просим единственного, чтобы «Нафтогаз» выполнял распоряжение кабинета министра. Это очередная варварская попытка, как ее называют работники этого стратегического предприятия, остановить завод. По-другому назвать это сложно. Это один из последних предприятий гигантов, работающих предприятий гигантов на Украине, которые пытаются таким способом остановить. И где будут работать эти люди, никого, к сожалению, не волнует. В условиях жесточайшего кризиса на многих предприятиях украинские чиновники успешно пополняют бюджет страны-агрессора. Речь идет о закупках российских удобрений. За три года мы перечислили России за минудобрения 500 миллионов долларов. Это 13 миллиардов гривен. Каждый день из России в Украину идут десятки вагонов с карбамидом и аммиачной селитрой. И блокада этому не мешает. На одной из перевалочных станций побывали наши корреспонденты. Конотоп Сумской области. Одна из крупных железнодорожных станций. До границы с Россией отсюда всего 100 километров. С началом блокады Донбасса каждый день здесь проходит. Все больше товарников с вот такими эмблемами РЖД. Российские железные дороги. Ездят, конерон стоят, пожалуйста, в парк выйдите куча. Полно бочки, а что возят? Газ? Все возят. В то время, как Украина призывает миру жесточать санкции против страны-агрессора, местные жители каждый день видят, как идет торговля. Здесь на вокзале постоите, посмотрите, какие поезда они. Локомотивы, они же со звездочкой, это российские. Если УЗ написано, это украинские. Все просто. Спрашиваем, часто ходят? Регулярно. Часть составов здесь останавливается для проверки и идут дальше. Но для некоторых есть специальный отстойник. Что в тех вагонах, не знают даже местные. Откуда мы знаем, что везут? Ездят в вагоны, кто что везет, мы откуда знаем, что там написано. Спрашиваем, как пройти к закрытому парку у железнодорожников. А вон до вокзала доезжайте, центрального. А там по путям иди, шукаете. Если не арестуют. Что охраняют за этой колючей проволокой, если даже местные боятся туда ходить? Проезжаем мимо охраны через открытые ворота. Тут же замечаем, идет разгрузка вагонов с удобрениями. Неподалеку от закрытого парка рядут штаба блокады. По словам военных, за последнюю неделю количество таких составов из России выросло в несколько раз. Видимо, идут в обход. Сегодня на 12.10, у нас прошло 17 потяги. Вагонов тут в среднем, скажем, по 50 вагонов. Российские везут сжиженный газ, бугилья. Мин Доброго. Уже третий год Украина официально с подачи Кабмина закупает российское удобрение миллионами тонн. С начала 2014-го мы импортировали российский карбамид и аммиачную селитру более чем на 13 миллиардов гривен. При этом украинские заводы простаивают. Химики уверены, все дело в коррупционных схемах, на которых наживаются наши чиновники. Каждый вагон удобрения сопровождается какой-то подачкой. Они поставляют сюда удобрение. Налоги платят там, значит, идут налоги на ту же армию. Это как? С моральной точки зрения. По нашим данным, с каждой тонны коррупционеры во власти получают 20 долларов. А значит, только за прошлый год кто-то заработал на этих мешках 50 миллионов долларов. И успешно продолжает зарабатывать. Кто стоит за этими схемами и почему Украина с одной стороны устраивает блокаду своих же территорий, в то время как через границу идут вагоны с удобрениями на миллиарды гривен. Эти вопросы к правоохранительным органам. Из Сумской области Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. Массовая драка во Львове. Потасовку устроили подростки. А все из-за того, что парни и девушки, жители района Ливандовка, попытались собрать дань со студентов училищ. От 30 до 100 гривен с человека. Те отказались платить. Сборщики денег на этом не успокоились. И на следующий день попытались ворваться в общежитие высшего профучилища железнодорожного транспорта. Сотрудники их не пустили. Вызвали полицейских, которые ограничились воспитательной беседой. В понедельник подростки пришли снова и устроили драку. Некоторые были вооружены кастетами, ножами. Разнимала дерущихся полиция. Особо рьяных забрали в отделение. И сегодня же во Львове слушание по делу бывшего чиновника местного гурсовета Юрия Гольца перенесли. Напомню, экс-начальника департамента ЖКХ обвиняют в служебной халатности, в результате чего погибли 4 человека во время тушения пожара на Грибовицкой свалке. Кроме этого, Гольца поймали на взятки в 800 тысяч гривен. Почему буксует громкое дело, в котором фигурирует бывший подчиненный мэра Садового, выясняла Галина Якушко. Предыдущее судебное заседание по делу Юрия Гольца в Галинском райсуде Львова провели втихую, без прессы, телекамер на час раньше назначенного времени. Сегодня Юрий Гольца за телекамер не убегал. Пришел один и вовремя спокойно вошел в зал судебных заседаний и сразу же заявил ходатайство. У меня известно, что мой защитник Юхименка не может быть присутствующим, поскольку имеет температуру. У меня есть большое вопрос о переносе этого дела, так как в соответствии с законом, мне требуется защитие. Никакой вины перед родственниками погибших спасателей Голес не чувствует. Говорит, свою работу выполнял качественно, а за трагедию в Грибовичах ответственности не несет. Дело против себя называют политическим. Дескать, копают под мэра Львова Андрея Садового. Это вопрос не просто господарский, это понятно без всякого. Когда спорят, идет вопрос, 10 вопросов подряд касается. Или я давал вам предложения, или вы ответили, какая его думка была, какая его реакция, что я вам говорил. Что, ну, понимаете, это как-то... Судья приняла решение о переносе заседания. Когда адвокаты смогут, тогда и соберемся. Уже после Пасхи в прокуратуре считают о намеренном затягивании процесса говорить еще рано. Тем временем во Львовском городском совете снова переполох. На официальном сайте прокуратуры Львовской области появилось сообщение, что львовские должностные лица нанесли 40 миллионов гривен ущерба местной казне. Чиновники Андрея Садового якобы подделывали документы на аренду одного из коммунальных зданий. Сколько человек было задействовано в преступной схеме и какую роль играл мэр Садовый, в прокуратуре пока не разглашают. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. В Одесской области сотрудники экологической инспекции завершили проверку так называемых выжигалок. Мы рассказывали о них в понедельник. В Балтском районе по-варварски уничтожают лесные массивы ради производства древесного угля. Новые подробности этого скандала в репортаже моего коллеги. Урочище Балтского района вырубкой занимается местный лесхоз. Говорят, законно. Буквально по соседству вот такие металлические бочки, так называемые выжигалки. Из срубленных деревьев здесь производят уголь, затем фасуют в мешки и отправляют в Европу для мангалов. Закладывается лист и оно тлиет. Сначала я же вам сказал, украинцы убивают экологию, а с Украины вводят уже конвертируемую чистую валюту. Активисты утверждают, все это нелегально и таких выжигалок в районе несколько. Древесину якобы им поставляет лесхоз, окрышуют бизнес правоохранители. И так уже много лет. Скандал докатился до профильного министерства. Министр экологии уверяет, о проблеме знает, но инспекторы чисто физически не успевают за всем уследить. Большую часть ответственности возлагает на местные власти, дескать, куда они смотрели все это время. Органы местного самоверядувания абсолютно игнорували такую деятельность. И, на жаль, такое происходит в очень многих других случаях. И очень часто, я думаю, мы можем подозревать, что они имеют определенный интерес в таких бездействиях. В Балтской райадминистрации нас буквально огорошили. Оказывается, в районе нет сотрудника, который следил бы за сохранностью лесных угодий. Такая должность вообще не предусмотрена, а значит и спрашивать неского. В Одесской обл. администрации за весь день не нашли, кто бы смог прокомментировать ситуацию. Экологические инспекторы, между тем, сегодня завершили проверку выжигалок. Документов на землю, документов на обращение с отходами, на выбросы. По сути, никаких документов представлено не было. Это все отображается в акте и, соответственно, передается на правораходительные органы. Интересно, что Балтский райотдел полиции начал проверку так называемых выжигалок только после того, как в эфир вышел наш первый материал. До этого, якобы, не было никаких жалоб. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, где хозяева нелегальных печей брали древесину для своего бизнеса. В областном же управлении лесного хозяйства категорически заявляют лесхозы тут ни при чем. Это, дескать, можно проверить по документам, сколько было срублено и сколько было продано. Четко мы знаем баланс древесины, который находится на том или ином участке. То, что работники лесного хозяйства туда не возят и не реализуют древесину, это 100%. Это чистая случайность, что печи и рубка рядом. Мы продолжаем следить за ситуацией, в частности, ждем результаты полицейской проверки. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесская область. Скандал на границе. Закарпатские водители обвиняют словацких пограничников в незаконных поборах. Водители рассказывают, что сотрудники пограничной полиции пугают их штрафами за несуществующие нарушения и вымогают при этом взятки. Так ли это или в Словакии изменились требования к украинским автомобилистам, выясняла Марина Коваль. Закарпатские водители выложили в интернет видео, на котором, как они уверяют, словацкие полицейские грозят штрафом. Все происходит в пункте пропуска Вышня-Немецки на украинско-словацкой границе. Правоохранители требуют некий документ, информационный листок, который нужно заполнять при аварии. Якобы водитель должен всегда иметь его при себе, иначе штраф. Причем речь идет не о международной страховке грин-карте, а о каком-то другом новом документе. 40 евро штраф. За что? Неполная комплектация машины. За какую повинную балу? Справка о несчастном случае. Водители проверили через интернет, что входит в обязательную комплектацию машины согласно словацким правилам. Там ни слова об информационном листке. В машине должна быть аптечка, светоотражающий жилет, аварийные знаки, запаска. Активисты жалуются, особенно придираются к украинским водителям, которые ездят на машинах с иностранной регистрацией. Они начали брать 30-50 евро за одной машины. Ну, на жаль, такие украинцы есть, чем молчать, они просто дают. Если деньги не дадут, вас просто повернут. Они ждали, что мы сейчас дома. Но на том, что мы вышли из машины, начали кричать, отстойвать себя. Насколько законны были требования словацких полицейских, мы попытались выяснить непосредственно у них. Нам заявили, что правоохранители действовали в рамках международных правил. Этот документ обязателен с июля 2010 года. Любой полицейский может проверить его наличие. И я не знаю, почему раньше его не спрашивали. Все, кто хочет ехать за границу, должен самостоятельно найти информацию о том, что нужно при себе иметь. Обязательно комплектация машины, или как-то по-другому назовем. Водитель должен иметь этот документ. И все же ни пограничники, ни полицейские так и не ответили на вопрос, где же украинским водителям приобрести данную справку. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Против супруги кандидатов президента Франции Франсуа Фийона официально начали расследование. Пенелопу Фийон подозревают в фиктивном трудоустройстве. Накануне ее допрашивали следователи. Они считают, что супруга кандидата незаконно получила от государства более 600 тысяч евро. Тем временем, бывший премьер Франции Эммануэль Вальс заявила о поддержке независимого кандидата на пост президента, Эммануэля Макрона, а не кандидата от своей партии. И пояснил, что делает это, чтобы не делить голоса между разными кандидатами и не допустить победы ультраправой кандидатки Марин Лепен. Мы должны избежать любых возможных рисков для Франции. Поэтому я со всей ответственностью буду голосовать за Эммануэля Макрона. Это не вопрос преданности, а вопрос сути. Я благодарен за голос Вальса и считаю, что это отображает то, о чем я говорил раньше. Во время праймерис у левых не получилось объединиться. И эти слова показывают, что социал-демократы и левые готовы работать сообща. В Израиле готовятся к новому конфликту с Хамасом. Террористическое движение обещает отомстить евреям за убитого недавно боевика Мазена Фухали. Подробнее в нашем материале. В Израиле силовые структуры ведут постоянную борьбу с боевым крылом правящих в Газе шиитских экстремистов. Только за последние полгода служба общей безопасности арестовала 115 боевых групп и более полутора тысяч палестинцев, замешанных в подготовке убийств на национальной и религиозной почве. Главный козырь Хамаса – секретные туннели под израильской границей для доставки боевиков вглубь территории. И сейчас, в преддверии Песоха, еврейской Пасхи, Хамас объявил, что не ограничится обстрелами израильской территории и планирует нечто большее. Организация обвиняет израильтян в покушении на Мазена Фукаха, приговоренного в Израиле к девяти пожизненным срокам за организацию крупных терактов с участием смертников. Он сидел в израильской тюрьме, но был выпущен на свободу по амнистии в обмен на пленного военнослужащего Гелада Шалита. Несколько дней назад неизвестные встретили Мазена возле его дома в Газе и расстреляли на месте из пистолетов с глушителями. Если это действительно были бойцы израильского спецназа, то, возможно, уничтожение Фукаха было продиктовано как раз тем, что он, что называется, взялся за старое. Теперь у Хамаса есть формальный повод для мести и для него дело чести испортить иудеям праздник. Между тем, в Иордании сегодня открылся саммит Лиги арабских стран, там озабоченный тем, чтобы вернуть палестинно-израильский конфликт в повестку дня. Не будет мира и стабильности в регионе без однозначного и основательного решения палестинской проблемы. Она была и остается центральной проблемой для всего Ближнего Востока, и ее решение возможно только создав два государства. Также стало известно, что новая американская администрация готовит другой саммит, уникальный, арабо-израильский, который впервые соберет за одним столом лидеров арабских стран Персидского залива, председателя палестинской автономии и премьер-министра Израиля Бениамина Нетаниягу. Такая встреча действительно могла бы положительно повлиять на политическую атмосферу в регионе. Хотя, как говорят пессимисты, в случае провала эта затея может привести к новому витку насилия. Григорий Баду, Алиса Неверовская, Близневосточное бюро, телеканала Интер. Каким телефоном пользуется Дональд Трамп? И почему супруга китайского футболиста требует выгнать своего мужа из команды? Об этом не только в нашем обзоре. Дональд Трамп все-таки предпочел айфон. Представитель Белого дома Дэн Скавина написал в микроблоге, что президент США пользуется айфоном уже несколько недель. С помощью гаджета самостоятельно пишет сообщение в Твиттере. Неизвестно, какой именно моделью пользуется Трамп. Ранее главу Белого дома критиковали за использование андроида. Мол, смартфон с этой операционной системой небезопасен. Из него можно похитить информацию. Гонки на выживание для дронов проведут в Нидерландах. Беспилотники должны преодолеть своеобразную полосу препятствий. Соревноваться будут сотрудники технического университета города Делфт. Все ловушки и препятствия установят местные полицейские. Правоохранители также войдут в состав жюри. Каждая команда сможет задействовать сколько угодно дронов. Но управлять можно будет только одним. Остальные по правилам должны лететь в режиме автопилота. Стартовый взнос для участия 150 евро. В Голландии в деревне Эрбек успешно завершилось тестирование светофора для смартфонозависимых пользователей. Светодиодная полоса, встроенная между тротуаром и проезжей частью, как оказалось, действует. Прохожие, уткнувшиеся в свои телефоны, реагируют на световое предупреждение и своевременно останавливаются. Пока что разработчики оборудовали только один перекресток с такой световой полосой. После успешных испытаний все переходы в Эрбеке решили оборудовать таким ноу-хау. В честь футболиста Криштиану Роналдо назвали аэропорт на Мадейре. Точнее, переименовали. Торжественная церемония состоялась утром. В главном терминале установили мемориальную доску и бюст лучшего футболиста мира. Остров Мадейра – родина Роналдо. В городе уже есть отель его имени и даже музей. Криштиану является четырехкратным обладателем золотого мяча и считается одним из самых успешных футболистов планеты. Супруга игрока сборной Китая по футболу Дзяна Джипена попросила выгнать своего мужа из команды, причем с позором. Женщина отправила открытое письмо в Федерацию футбола Поднебесной, в которой пожаловалась на многочисленные измены своего благоверного. Мол, из четырех лет брака он три года изменял жене. Также женщина просит клуб Гуанчжоу расторгнуть контракт с любвеобильным игроком. Прислушаются ли к обманутой супруге футбольные чиновники – неизвестно. На сегодня это все новости. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй. Хорошего вам вечера и до встречи завтра.